Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, усаживаемся поудобнее, ставь лайк или дизлайк, если ты остался жив после празднования Нового Года. А сегодня у нас, знаешь, такой первый видос в 2020 году, он будет лайтовым, потому что многие говорили по поводу того, что где подарки от IGG на Новый Год, вот все ждали 31-го числа, потом были надежды на 1-е число, если честно, у меня нет никакой информации, Я просто лайтовенько вместе с вами сегодня по балаболю пройдусь по аккаунтам, посмотрю, может есть какая-то халява, может нет халявы, разберем, может не халяву, какие-то донатные акции, не знаю, но в любом случае, надеюсь, как-то лампово вместе с вами проведем время. Так что погнали, захожу я на Веслоухово, кстати, я на ИЦ тут не был пару дней, туда обязательно нам надо зайти и как бы уже в Новом Году начать пилить видосы на ИЦ, потому что там реально много чего нужно делать, там и кошмарки, волны можно проходить. Можно делать то, что нельзя делать на основном аккаунте, как говорится. Ну, еще вчера ночью нам добавили фонтан желаний, я не знаю, ну, как бы тут слов я не нахожу. Понимаете, я сразу скажу, да, многие знают мою позицию и многие не разделяют мою позицию. И у меня она достаточно простая, мне абсолютно плевать на халяву, мне абсолютно плевать на эти вещи, там акции, не акции, на каком сервере лучше, на каком сервере хуже. Меня эта вся полемика раздражает, когда, не знаю, на том же стриме с этим разработчиком, там для многих был супер важный вопрос, почему на одном сервере так, а на другом сервере так, там меньше, здесь больше. Мне плевать, я играю на русском сервере, на другие сервера я захожу только, если меня просят подписчики, там у них на аккаунтах что-то поделать, или сделать обзор обновления на Тайване. Все, что там, какие акции, мне плевать, мне самое главное, интересно, что происходит на том сервере, где я именно играю. И весь интерес игры заключается не в акциях, а, наверное, в каких-то других вещах, продуманности, локации, да, в механиках игры. Но многим такое чувство, что, блин, нужна халява, вот без халявы и жить как-то неинтересно, понимаете? Ладно, ну, фонтан желаний, как обычно, с самого начала была беспонтовой вещью, так она беспонтовой вещью и осталась, никакой продуманности от разработчиков. Вот уже наступил 2020 год, они до сих пор раздают по одному осколку Вольтора, раздают по одному камню судьбы. Я не знаю, зачем это вообще, как бы, создавалось, и лучше бы тогда ее удалили и про нее не вспоминали, потому что это стыд, реально, и позор, как бы, сраная тупая подачка. И тут просто реально мы видим, что плюс 100-500 всевозможной фигни, но у разработчиков руки не доходят просто взять, ну, посмотреть трезво глазами на происходящее и понять, что, ну, это все устарело, это все никому неинтересно, это даже на бездонатном аккаунте неинтересно. О, божечки, да, там, человек без доната соберет 5 осколков Некроса, там, за полгода, благодаря этой акции Фонтана Желания. И я никогда не забуду, когда добавляли Фонтан Желания в игру, попадали всякие сникпики и прочее, там, знаешь, это все выдавалось так, как будто будет суперновая локация. По крайней мере, игроки были немножко обмануты в ожиданиях, мы реально ждали локацию, что-то крутое, а нам дали Фонтан Желания. Как Фонтан Желания был, скажем так, неприятность субстанции, так и осталось, только вонять стало еще больше, никаким образом засохнуть все это дело не может. Ну что, дальше идем, я не знаю, так, яйца поставил, яйца самое главное, друзья. Так, тут, ну, как бы, мы в поисках халявы, друзья, мы в поисках халявы. Так, здесь тоже забираем, у меня, видите, тут новый Фон, вся хурма, давай новогоднее чудо, и нам падает кристаллический эктоплазм, тут у меня ничего нету. Ну, давай, события, парящий остров, ну, парящий остров, знаешь, как бы, могли бы попытку лишнюю, знаете, дайте, там, одну, ну, штук пять, там, десять, вот, ребята, там, камон, давайте, у-у-у, подарки от Авиара. Ну, это тупо донатная акция, я, на самом деле, даже в ней особо не разбираюсь, я такой, знаете, я очень часто бывает, даже когда себе доначу, возьму и в чем-нибудь лоханусь, неправильно пойму и грусть, печаль, тоска. Что мы еще можем увидеть? События, так, подарочки, ну, все, как бы, в событиях, до свидания, может быть, мы что-нибудь найдем здесь? Базар, новогодние дары, подробности акции, набор можно купить только на базаре, понятно. Самоцветные бонусы, покупайте самоцветы, во время событий наслаждайтесь солидными бонусами. Нет, как бы, ребят, это видео даже скорее больше для вас, я тут не возмущаюсь, потому что вчера очень много на стриме спрашивали, вот, а где халява от HG и прочее. Я такой, типа, подумал, ну, камон, там, вроде, за декабрь, там, мы несколько раз за один самоцвет что-то давали, и одно, и второе, и третье, и, как бы, мне, как бы, норм, да, и акций было много бесплатных, вот, и я не обламываюсь, что нету ничего 31 января, вот, но мы в поисках, мы в поисках. Акции 1 плюс 1, ну, посмотрим, что у нас там, рулетка удачи, есть тут что-то бесплатное? Ну, конечно же, здесь нету ничего бесплатного. Так, идем дальше, магазинное безумие, магазинное безумие, кстати, это та акция, где я добивал недостающие осколки мэри, ясно, понятно. Бинго, ну, Бинго тоже акция платная, ну, окей. Здесь тоже все понятно, охотник за богатством, охотник за богатством, ну, хотя странно, знаете, вот, странная фигня, потому что разработчики, когда надо и не надо, бывает, какую-то халяву дают, может быть, хуже, чем на других серверах, но вот 31 и 1 января что-то как-то не особое. Базар, пакет накопления, возвращение домой, кстати, объясните вообще, как эта штука работает и где мне достать свой код, вот, где мне достать свой код, вот, я хочу вам дать код, возвращение домой, ну, ладно, это потом надо как-то почитать. У меня там просто есть какие-то аккаунты заброшенные, можно себе ресурсов, знаешь, на халяву получить. Бонус к первой покупке, 10x на мгероев, временные акции, награды, ясно, ясно, ну, как бы, ничего, ничего. Так, смотрим теперь базар. Базар, что у нас на базаре? Набор 2020В за 3000 рублей, 800 пыли, 800 пыли. Но, опять же, опять же, знаете, что непонятно, это... А, да, 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 вот, короче, если купить, типа, за вот этот вот пак за 3000 рублей, то получится 3600 пыли получишь. Но, в целом, как бы, беспонтовая фигня, вот это тоже руны, эмблемы, используйте для эмблемы с 9 на 10 уровень. Кто-то вообще этим занимается, кто-то использует эти эмблемы. Ну, хотя, в принципе, если у тебя накопилось много восьмых, там, ты делаешь девятые и прочее, но... Не знаю, говорит, ну, я купил десятые, все, они у меня есть, как бы. Ну, те, кто постоянно донатит, я думаю, даже и соединять не надо. А те, кто не донатит, им и соединять нечего. Пакет накопления, ну, пакет накопления, ну, тоже такое, такое себе, такое, ой. Да, эти все, они, они суют этих питомцев, короче, да, но, как бы, у всех печенек не хватает. Ну, и самый большой, да, если ты купишь большой пак, ты получаешь эмблему, 200, кстати, хороших сундуков, сундук кристаллов апекса, ну, все какое-то такое беспонтовое, я не знаю, что, какой-то упор на этих суперпитомцев, я не знаю, ну, хотя, знаешь, там топы собирают этих суперпитомцев. Ну, вот мне, как игроку, вот, дальше, тут что, тут уже нету акции 1 плюс 1, и они предлагают за пак покупать хладного призрака, который, которого, в принципе, ну, многие уже собрали. А если не собрали, то соберут. L, логика, ну, вот эти штуки, вот эти штуки, эмблема тихого укрытия. Ну, я не знаю, оно того не стоит, как бы, а смысл тебе от этого нового таланта? Я с третьего тычка его выбил. Вот, те, даже у бездонатных игроков много коровок, просто беспонтовейший пак. Мне кажется, просто ковыряются в носу и каким-то рандомным способом его набирают. Идем дальше. Ну, вот тут за 2000. Ну, опять же, это все у нас получается акция без 1 плюс 1, пока что инфляции никакой не произошло. То есть, за 2000 рублей продолжает Мэри продавать. Дальше. Ну, вот тут еще что-то более-менее как-то, но и то. Такая фигня. Ну, такая фигня. Даже вот, если есть желание задонатить, тут задонатить не во что. А, ну, вот за 400 рублей купить самоцветов. Это 88 умножить на 50. Я тупой, я даже калькулятор открою. 4400 самоцветов. 200 тысяч кулаков. Ну, возможно, да. О, новогодние дары. Новогодние дары. Ну, всем дают нового суперпитомца. Это понятно. Но, как бы, вот, я радуюсь, что я на ИЦ заберу вот эту вот штуку. Вот. Ну, за это, конечно, спасибо. Но, опять же, упор в этих новых питомцев. В этих, они, знаете, типа пытаются подогревать нам интерес этими суперпитомцами. Но, я не знаю, я больше радуюсь вот этой штуке. Может, напишите в комментариях, может, и один такой дегройд. Так, набор еще у нас тут за 2000. Реально, из-за этих суперпитомцев, блин, очень трудно найти тот нужный подходящий для тебя пак. Абсолютная какая-то дичь. Вот, за 778 рублей. 140 этих. Опять же, и впихнули. Вот это впихнули. Вот это впихнули. Не, понятно, оно надо, да. Как бы, я сам еще там не достиг уровня своей силы. Ну, камон. Ну, что, больше нечего продавать? Окей, книги. То есть, проблема заключается в том, что, ну, как бы, ты вот хочешь задонатить? Ты вот хочешь задонатить, а ты смотришь? Может, это у меня только. Может быть, это идеальные паки для игроков. Но вот я хочу, допустим, задонатить. Теоретически. В теории. А я смотрю, что, ну, как бы, тут дают половину вещей, которые мне не нужны. Ну, да, я сейчас, возможно, там с суперпитомцами могу что-то прокачать и прочее. Но все равно у меня там печеньки закончатся и все. Я сосу болт. И, как бы, больше ничего не могу сделать. Понимаете? То есть, тут каждый пак, половина вещей тебе полезной, которые тебе прямо сейчас нужны. А половина вещей, ну, хотя суперпитомцы, да, это, знаешь, там, имба, круто, не круто и прочее. Ну, что-то как-то разработчики это. Что-то я даже сколько не ругаюсь из-за того, что халявы нету. Я опять же говорю, мне абсолютно на самом деле на нее плевать. Для меня важны другие вещи в игре. Для меня нужны другие вещи в игре и, как бы, а их нету. Вот даже если бы я хотел сейчас задонатить, а я не знаю, куда мне что донатить. Не знаю. Вот, как бы, мне, по идее, нужна лиса. Мне нужна лиса, но за 2000 рублей покупать еще одну мэрию. Вот, два мешка эмблем 10, ну, как бы, 300 пыльцы получить. Что, вот, что мне, что мне делать? Вот, я хочу лису, да. Хоть по чуть-чуть ее как-то собирать. Вот, хоть, хоть как-то ее по чуть-чуть собирать, да. Я хочу лису. Что мне, за, за 4, даже не 3000, а 4000 рублей покупать этот пак? Так, вот эта вот штука мне, она нафиг не нужна. У меня 67 их, да, вот. Как бы, кристалл морозного дракоши, ну, камон. Руна таланта 10 уровня. Ну, да, полезная штука, но у меня их, как бы, серьезно уже, их 19 героев могу прокачать. Мне надо, кстати, будет сделать большой стрим по моему основному аккаунту, и там мне прокачивать и прокачивать. Вот. И эмблемы выбивать, и что только не делать. Мне, потому что там уже, ну, так, критическая масса, как бы, набралась. Мне нужно многих героев пересобирать и прочее. То есть, ну, непонятно мне. Непонятно. Как бы, очередной раз собираются какие-то непонятные паки, и, знаешь, и по факту получается, что акция, знаешь, собери, собери сам. Ну, она топовая, хоть там, мягко говоря, тоже на халяву все накидано, она непонятна. Она нелогична зачастую, но, когда ты смотришь иногда на эти паки, ты такой, круто, 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 крутотецкие. Хотя, знаешь, топ-донатерам, которые там все эти паки скупают, я думаю, что им нормально. Им там как раз суперпитомцы, вот это вот все, они там бесконечно ролят, короче, печеньки. Им по кайфу. Ну, вот как-то, наверное, людям со средним донатом, или меньше среднего. Ни туда, ни сюда. Ладно, на этом все. Пойду, наверное, уже без вас на ИЦ заберу халяву в виде набора за один самоцвет. Я там очень рад, что появляются, на халяву дают вот эти золото, мана. Это как бы, вот на ИЦ это реально сэкономит нервы. Вам же пожелаю огромнейшей удачи. Еще раз всех с Новым Годом. Ну, вот тут что? Ну, что тут, сколько? Сколько это осталось? Шестой сезон, 19 дней. 19 дней. Это что такое? Часть облика Черного Шторма. Ну, есть тут ради чего что-то покупать и фармить. Ну, такое себе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok